Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 апреля, вот сейчас проверяю стаканчики, сухие они, нужно поливать их или нет. И увидела ботяню, у которого уже раздвоился ствол, вот лидирующий пасынок появился, и вспомнила о том, что уже сейчас поступают вопросы, как формировать в теплице индотерминатные томаты, то есть высокорослые, ну не обязательно индотерминатные, пусть просто высокорослые. Вот у нас ботяня, яркий представитель высокорослых томатов. И смотрите, так как он сеялся для ранней высадки, для получения раннего урожая, то ясно, что у него уже и цветочная кисть, у него уже и пасынки, которые возможно уже пора и убирать. Тут вот вы видите, что пасынок уже хороший, уже листья свои образует. Его вот во время работы я просто иногда выщипываю вот так. Но мы сейчас говорим о формировании. Смотрите, вот он, лидирующий пасынок, который вам пригодится, если вы будете формировать в два ствола. Вспоминаем, лидирующий пасынок, это тот, который располагается под первой цветочной кистью. Иногда, когда вы чуть-чуть упускаете, и некоторые люди не могут определить, какой из них главный пасынок, а какой лидирующий, потому что я каждый год говорю новичкам, что лидирующий пасынок всегда мечтает, у него заветная мечта, у него цель в жизни стать главным пасынком. И он иногда так старается, что становится толще основного. Но вот сейчас еще видно, что этот чуть толще. А если вы подходите, и у вас два ствола одинаковой толщины, как узнать, какой главный, какой нет? Главный всегда тот, на котором первая цветочная вот эта вот кисточка. Как бы этот ни растолстел, он у нас не замаскируется, потому что цветочная кисть, плодовая кисть всегда у нас на главном пасынке. Если вы собираетесь формировать в один ствол, что обычно делают с крупноплодными томатами, с теми, которые такие индотерминатные, крупноплодные, многие в теплице предпочитают вести их в один ствол. Значит, этот лидирующий пасынок, несмотря на то, что он такой же толстый, такой же красивый, его нужно тоже удалять. И тогда у вас будет вот этот один основной ствол. Но многие все-таки оставляют два ствола у таких томатов, и тогда вот этот лидирующий пасынок будет таким же вторым стволом. Он нисколько не хуже, на нем тоже скоро сейчас появится цветочная кисть. От чего это зависит? Один ствол оставлять два или несколько? Я вам сейчас скажу, что вот есть, некоторые считают, что все индотерминатные томаты нужно вести в один-два ствола. Нет, некоторые индотерминатные томаты высокорослые можно вести и в три, и в четыре ствола. Сейчас расскажу разницу. Я в теплице показывала прошлый и позапрошлый год, что такие томаты, как, например, штраух, видели вы у меня? У него небольшой плод помидорка, и я его оставляю и три, и четыре ствола. Просто потом колышку вот так вот раз все притягиваю одним пучком, и вот он весь облеплен кистями, как виноград. Вот. Увеличение вот этих стволов, больше одного, два, три или четыре, не ведет за собой никаких последствий. Плоды не мельчают, потому что они и так мелкие. Они все стандартные, все одинакового размера. Но если бы мы такую же ерунду сотворили, например, с крупноплодным томатом, оставив там две, три, четыре ствола вот этих вот пасынка, конечно, тогда плоды мельчают, он уже будет не то. И вот для начинающих есть, как бы, хочу вам посоветовать разделять так. Когда спрашивают, как везти вот, во сколько вот этот томат, вот этот томат, ориентируйтесь на без плода. Если вы хотите получить отборные, крупные такие у крупноплодных томатов, оставляйте один ствол и зачищайте все пасынки. Вам тогда будет проще, вам не надо определять, где лидирующий пасынок, где главный, основной. Вы просто все и эти пасынки, и вот этот пасынок все убираете, и у вас будет пять или шесть кистей полноценных крупноплодных томатов. Если вы хотите оставить два, но это самое большое у крупноплодных, больше не надо оставлять, тогда у вас на основном будет три кисти цветочной, на вот этом вспомогательном тоже два, это если на открытом грунте, а в теплице можно тоже три. Оставляют шесть кистей, тоже не больше. Но если вы видите такие, как, например, медовая капля, такие как, ну тот же, например, штраух, тот же юбилейный тарасенко, мелкоплодные, тут не обязательно ввести его в один ствол, хотя рекомендуют все специалисты, все высокорослые ввести лучше в один ствол. Я так не делаю, потому что когда введешь, оставляешь два, три или четыре ствола, конечно, томатов больше, он и декоративнее, он весь увешан плодами, но это, знаете как, вот этот ваш выбор вы должны сделать сами, и, конечно, это приходит с опытом. Попробуйте. А один год сформируйте в один ствол, например, крупноплодный, а второй год сформируйте в два ствола, или рядом стоящие. У одного оставьте один ствол, зачистите все пасынки, а у второго, рядом растущего, оставьте два ствола. И я знаю, что здесь нет никаких правил, никаких-то законов. Вот кто-то любит в один ствол, и хоть как ему говори, что в два лучше или в три лучше, он будет делать по-своему. И также у вас обязательно сформируется свое, единственно правильное мнение, которое вы будете считать самым верным. И все эти советы, которые дают специалисты, дают блогеры, они, конечно, на нас не очень влияют. Сначала мы начинаем делать по советам, а потом мы все равно выработаем свой вот этот стиль ведения огородничества, свой путь в огород индивидуальный. Но я вот сейчас рассказала про то, что томаты высокорослые не все обязательно ввести в один ствол. Зависит от размера. Крупноплодные один-два ствола, а мелкоплодные можно ввести в несколько стволов, даже до четырех. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok